Здравствуйте, спасибо большое за возможность выступить, но как представитель городского государственного учреждения могу сказать, что для нас каждый пациент с меланомой в принципе сложный. То есть вот трудный пациент, практически любого можно взять и так сказать. Как мы вообще выбираем? Допустим, у нас есть какие-то программы, клинические исследования. Плохо слышно, да? Как мы выбираем? У нас есть клинические рекомендации. Что такое клинические рекомендации? Это то, что составлено по данным международных клинических исследований. Что такое международное клиническое исследование? Это то, куда отобрали идеальных пациентов с небольшой распространенностью, не таких агрессивных, с минимальным количеством негативных прогнозических факторов чаще всего, да, конечно. Как нам приблизиться от идеального пациента к реальному пациенту? Есть программы расширенного доступа, когда мы можем попробовать, да, и что-то посмотреть. Согласно вот таким факторам, да, мы пытаемся прийти к реальным. Вот, например, есть одно из данных программы расширенного доступа в США, и они точно так же, да, включали пациентов уже и с повышенным уровнем ЛДГ, и с метастазами в головной мозг. И, конечно же, они точно так же делают выводы, что, ну вот, например, для лечения пембролизума само собой оно менее эффективно у тяжело предлеченных больных. Вот, хотя, наверное, на самом деле для тех, кто занимается меланомией, может быть известен какой-то случай, да, когда вот пациент и с висцеральными метастазами, метастазами в голову, да, 39-й президент Соединенных Штатов Америки, он имел, ну, на данный момент еще имеет, да, эффективность от назначения, ну, в данной ситуации пембролизума. Ну, наш пациент, да, ну, молодой мужчина, 66-го года рождения, анамнез у него, родинка, существовала с 11-го года, когда он отмечал, что на фоне инсоляции это были солнечные ожоги, зуд в области родинки, не обращался, но периодически обгорал, и у него дискомфорт, в общем-то, был. Обращал внимание, но никаких изменений не было к 13-му году, когда появился вертикальный рост, изменился цвет до черного, и тогда уже пациент решил обратиться за обследованием, где поставлена вторая Б-стадия, иссечение в июле 13-го года. В дальнейшем пациент наблюдался, и, ну, не больше, чем через полгода пациент возвращается к нам с прогрессированием в подмышечные лимфоузлы, обнаружил при самообследовании, самостоятельно пропальпировал, выполнена лимфодиссекция, определен статус БРАФ, назначенный адевантной иммунотерапией, интерфероном, и пациент на фоне адевантной иммунотерапии прогрессирует, что тоже, в общем-то, ну, уже неблагоприятно, вроде как характеризует пациента. Да, что мы могли, да, для нашего пациента подобрать? Мы даем ему химиотерапию докорбозином, да, два цикла прогрессирования. Мы даем ему докорбозин, цисплатин, каргустин, два цикла прогрессирования. Мы даем ему, так сказать, карбоплотином. Ну что, ну, сложно отказать пациенту, и КОК-01 препараты есть, ну, вот что есть, скажем так, да, прогрессирование. На тот момент, это уже четвертая линия терапии, пациент согласился на участие в программе расширенного доступа по лечению пилимумабом. Да, у нас есть, собственно, очень хороший опыт, действительно, четыре введения, у меня вообще схема просто, по-моему, просто уникальная. Да, конечно, один к пяти шанс получить эффект, но четыре введения, да, и возможность прожить и три, и пять, и десять лет, это очень здорово. Но он получает, мало того, что осложнения, и причем это были длительный зуд, сыпь, причем настолько длительный, что нам пришлось подключить и кортикостероиды, потому что на антигистаминах это, в принципе, не проходило. И при этом пациент еще и прогрессирует, да, действительно подтвержденное прогрессирование, мы не имеем эффекта. Но мы имеем молодого пациента с нормальным уровнем ЛДГ, но который, получается, от второй стадии до третьей, да, достаточно мало времени прошло, затем он прогрессирует на дюванте, затем пациент беспрерывно прогрессирует на трех линиях химиотерапии, да, и на, ну вот такой, да, достаточно уникальной терапии. И на тот момент была возможность его включить в программу доступа к неволумабу. И вот когда, ну хорошо, вот здесь мы, допустим, его могли включить, но в условиях ограниченных возможностей, да, ну этот пациент, наверное, конечно, был бы далеко не первым в списке тех, кого мы бы взяли, да, потому что прогностически непрерывно прогрессирующий пациент, ну, вряд ли бы нам давал надежду на то, что он попадет в группу тех, кто отвечает на терапию. Но пациента мы взяли, имея возможность. И при этом, да, при том, что мы знаем, что основной эффект все-таки у нас длительный, получают пациенты, которые имеют какой-то ответ частичный, полный, да, ну какой-то объективный ответ. У пациента абсолютная стабилизация в течение двух лет, у него нет ни одного осложнения, да, у него множественные метастазы в легкие, тут представлены только некоторые, которые абсолютно стабильны, с минимальной положительной динамикой. Вот, поэтому, когда мы выбираем, мы, конечно, находимся в условиях, ну, наших возможностей, к сопоставлению с тем, что мы бы хотели. Вот, а в данном пациенте мало того, что мы решились, и вот пациенту, да, такой шанс дали, и мы рады, и он рад. Вот, еще интересно, что у этого пациента на последнем обследовании в сентябре у него появляется образование в области левого надпочечника. Абсолютно изолированное, да, то есть никакого роста нет в легких. Это вот только-только выявленное. Мы, честно говоря, даже еще не успели никакого дополнительного обследования. Вот вопрос, да. КТ-специалисты описывают абсолютно классическое. Они говорят, что они не сомневаются, что это метастаз. Да, вот что нам делать, вопрос к залу. Как вы думаете, при этом пациент, получается, да, мы знаем, анамнез 4 года, общая выживаемость 4 стадии – это 3 года, и 2 года на лечении. Можно ли считать, что будет это прогрессирование? Это у меня вопрос к залу. Какие мнения есть? Будьте добры, доктора. Алексей Викторович, да. Ну, есть мнение о том, что единичные, да, какие-то очаги можно удалить. Насколько вы считаете правильным, да, вот такой подход в данной ситуации? Поддерживает. Ну вот, мы, честно говоря, тоже пока в эту сторону двигаемся. В принципе, да, но плюс у нас будет дополнительная информация при этом, но я так понимаю, что он неуклонно прогрессирует этот очаг. Погромче, Алексей Викторович. Этот очаг неуклонно прогрессирует, я имею в виду, да? Нет, его не было. Он только появился. Если он только появился, то надо спокойно оценить, что с ним будет дальше, потому что у нас такая же история была в надпочечнике, там и кровоизлияние, может быть, которое потом исчезнет и прогрессирование закончится. Если у пациента будет сохраняться и расти это образование, при этом постабильно... Если оно будет расти, то его можно удалить. Удалить? Вот на фоне множественного... Ну вот я... В этом и есть... Да, Игорь Вячеславович, ваше мнение. Скажите, пожалуйста, про позднюю псевдопрогрессию вряд ли мы можем думать, правильно? Ну, два года. Хотя такие вещи были описаны, что вот... Ну, это... Сколько исследований подряд уже проведено? Сколько исследований подряд проведено, что... Это первое обнаружение очага этого? Да, это пока первое. Ну, это может быть сделано месяца через три, и если есть, как бы, ухудшение, то, может быть, и удалить его. Потому что опции других лечений у него нет. Правильно я понимаю? Ну, да. Согласна. Единственное образование, которое появляется, которое подтверждается его наличие, конечно, если его можно удалить, то идти на удаление. А не назначать терапию, когда мы не знаем, что мы лечим. Согласна, да? Но надо подтвердить, да, что это всё-таки метастаз. Другого мнения у нас нет? А, что? Да? Не-не. Ну, а тут Анна Игоревна что-то хочет. Правильно, мы проводим два года, да? Два года. А не планируете его завершить? Два года, наверное, достаточно много. У нас есть возможность продолжить. До проведения. Поэтому, да. Просто потому, что, ну, есть такая возможность, конечно же. Да, мы планируем продолжить. Да, у меня тогда вопрос к нашим экспертам. Скажите, пожалуйста, как долго нужно лечить больных иммуно-онкологическими препаратами? Этот вопрос достаточно широко сейчас дискутируется. Ну, Алексей Викторович, скажите? Надо сказать, что в большинстве исследований, на которые мы ссылаемся, лечение длилось два года. Потом пациенты с лечения сходили. На сегодняшний день, скажем так, нет убедительных доказательств, что нам надо лечить дольше. Потому что те пациенты, которые сошли с лечения, они чувствуют себя вполне хорошо. Возможно, мы можем лечить короче. И во многих протоколах было внесено дополнение, изменение, что если у пациента, если пациент с меланомой конкретно достигнут полный регресс и человек лечился 6 месяцев и боли, тогда можно останавливать лечение. Вероятно, это не повлияет на дальнейший исход. Однако вот на последнем же ЭСМО было рассказано, было сообщение о лечении пациентов неволюмапом при раке легкого, где принудительно прерывали лечение через год и рандомизировали пациентов на прерывание лечения или продолжение лечения. При этом те пациенты, которые продолжали лечение, у них было лучше показателем общей выживаемости. Поэтому тут вопрос сложный. Либо это отличается, либо это не отличается при разных заболеваниях. Какие факторы на это влияют, мы пока не можем сказать. Да, скорее всего, наверное, нам надо немножко дольше лечить пациентов, у которых стабилизация и которым надо более длительное лечение, чем те, у кого частичный регресс, тем более полный регресс. Но вот в принципе все результаты, на которые мы ссылаемся, это действительно 2 года лечения. Поэтому, по крайней мере, на этой отсечке явно можно останавливаться. Да. Ну, программы широкого доступа, они подразумевают двухлетнее лечение пациентов на сегодняшний день. Да? И при полном комплект-респонсе 6 месяцев еще на сегодняшний. Ну, это не вошло в стандарт, но, во всяком случае, эти цифры уже звучат на всех конгрессах, и мы их стараемся придерживать. Так вот, опять же, вопрос по поводу этого конкретного пациента. Мы ему прекращаем лечение вулумабу или нет? У него прошло, уже 2 года прошло или не прошло? Вот ровно 2. Ровно 2. Ровно 2. Ровно 2, ровно да. Ну, значит, мы выясняем, что с этим образованием и принимаем решение о дальнейшем, да? Ну, да, но все-таки с учетом того, что это же не полный, не частичный ответ, да, все-таки, может быть, продолжить ему после операции, ну, учитывая наличие возможности? Я думаю, что он даже результат терапии. В любом случае, иммунотерапия здесь сыграла позитивную роль однозначно, да, стабилизация, длительная стабилизация достигнута при хорошем, при удовлетворительном общем состоянии, отсутствии жалобы, отсутствии какой-либо токсичности, да? Вот это солитарное образование, с ним, конечно, нужно определиться, что это за образование, дифференцировать его дальнейшее, а потом принять решение, что делать с пациентом, это уже нужно будет потом обсудить. Вот, коллеги, я хотел бы все-таки еще обратить внимание на третий ряд, где самый большой очаг в легком есть. Вот мне лично кажется, что он увеличивается в размерах к сердцу. Но первая колонка, там уровень немножко повыше, да, а если сравнивать июль 2016 года и сентябрь 2017 года... Вы вот это образование имеете в виду? Это очаг, ну, по моему ощущению... Это? Это не лёгкий, это нет, это край печени, простите. Вот образование. Простите, я не стала обводить, нет, нет, что вы, что вы, это я такой уровень брала просто одинаково. Вот я подозревал, что это диафрагма уже, да, вот нужно бы... но всё равно, так сказать, немножко тогда не на одном уровне это всё было сделано. то есть августовский снимок чуть повыше. Вот это меня немножко дезориентировало. Нет, примерно так, меряют КТ-специалисты примерно... А я хочу ещё обратиться к нашим докторам, нашим экспертам по поводу цитередуктивных операций при меланоме. Да. Игорь Вячеславович, что вы скажете? Мы вернулись из Пятигорска сейчас, где выступал ваш коллега из Питера, доктор Егоринков, делал доклад по поводу опыта с применением... Я ему не верю, я имею в целом. В целом, да. Я просто хочу сказать, что, конечно, цитередукция может приносить определённую пользу для пациентов. Если вы можете оставить пациента без признаков болезни, то это, наверное, всегда будет лучше, чем если он будет с признаком заболевания. Вопрос, какой ценой? Потому что если я ищу про калечащие операции, то, наверное, это не имеет, наверное, большого смысла. А если я ищу о том, что у вас длительная стабилизация и нет ясности, есть прогрессирование, нет прогрессирования, и можно сделать полную цитередукцию, это хорошо, потому что, если вспомнить, опять же, исследование МСЛТ-1 и вот ту ветку, которую Мортен сделал по удалению отдалённых метастазов у этих же пациентов, то все пациенты, которым удалось выполнить полную цитередукцию, лечение параллельно лекарственное было примерно одинаковым в обеих группах. Это была химиотерапия, на тот момент это были конец 80-х, начало 90-х годов. Все пациенты, которые получили полную цитередукцию, имели лучшие показатели выживаемости, чем те, которые не получили её. Вот моё мнение на этот счёт. Продолжение следует...